Друзья, всем привет! Это продолжение строительства и обустройства мастерской. На данном этапе монтируем основание для будущего пола. Для этого первым делом обрабатываем все низы силового каркаса, а также обвязку, отработанное масло. Обработка дерева, отработанное масло, это один из наиболее распространенных способов покрытия и защиты древесины от влаги, грызунов, насекомых и плесени. Далее, напиленные по размеру балки сечением 150 на 100 мм, укладываем поверх нижней обвязки. В пролетах от 4 до 5 метров использовать нужно балки сечением 200-150 мм. В нашем случае посередине делаем дополнительные подпорки к оставшемуся старому основанию. Затем к нижней части лаг прикручиваем доски, так называемые черепные бруски. Они послужат основой для черновых досок под утеплитель. Пробив все узлы гвоздями, балки обильно обрабатываем все тем же отработанным маслом. На заранее прикрученные черепные доски прибываем в вагонку, оставшуюся после сноса старого строения, с небольшим шагом. Ее обрабатывать не пришлось, так как уже пропитана краской либо оливой. Данная конструкция предназначена только для удержания утеплителя. После того, как основание для утепления готово, на него расстилаем влаговетрозащитную мембрану, внахлёст минимум 100 мм. Такая мембрана эффективно отводит пар наружу, уберегая утеплитель от влаги. Далее производим укладку утеплителя из минеральной ваты. Монтаж плит производим двумя слоями. Первый толщиной 100 мм, второй 50 мм. В таких случаях рекомендуется укладывать второй слой минеральной ваты таким образом, чтобы стык плит первого слоя приходился на середину плит второго слоя, то есть в шахматном порядке. Поверху расстилаем парализационную мембрану, крепим её строительным стейплером. Пароизоляция препятствует образованию конденсата на утеплителе, защищая деревянные лаги от появления грибка и продлевая тем самым срок службы конструкции. Затем монтируем обрешётки, используя доски 100 на 25 мм. Нужна она для обеспечения вентиляции и циркуляции воздуха. Пробиваем по два гвоздя 70 мм с шагом 400 мм. Почему заостренено внимание на количество и размер гвоздей? Вроде обычные гвозди. Да нет, друзья, тупо колотить гвозди при каркасном строительстве не нужно. Существуют так называемые нормы расстановки гвоздей, и их нужно придерживаться. Следом укладываем черновой пол, используя доски 150 на 50 мм с шагом 10 мм. Нужно это для предотвращения скрипа будущих полов, а также для дополнительной вентиляции. Пробиваем все настеленные доски тремя гвоздями 120 мм. По каждой балке. Основание для будущего пола готово. Выравнивание и чистовое напольное покрытие будет производиться при отделке мастерской. На этом пока все. Чтобы не пропустить последующие этапы, следите за каналом. Если еще не подписаны, подписывайтесь, обязательно бейте в колокол, будьте здоровы и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok